Как не волноваться перед соревнованиями? Он выходит уже, как говорится в нашем деле, перегорел. Здесь масса, масса, есть упражнений, есть масса, скажем, таких психологических аспектов. Опять же, все зависит от вашего тренера, как он вам подводит вас к этой черте. Опять же, но одна из главных, я считаю, что психологических моментов, это работать через «не могу» на тренировку. То есть это, то есть, вот я не могу уже, да, что-то делать, у меня глаза пленят, на зубах это все делают, вытаскивают. Здесь больше бороться, больше спарринговаться, если мы берем боевую самбо, ездить в другие школы для разведки. Именно вот этого чувства адреналина. Чувства адреналина, да, и здесь себя проявляют. То есть с каждым шагом не бывает такого, что раз, и все, я такой бесстрашный. Нет, такого не бывает. Поэтому усердно работать, усердно работать над собой. Мне было проще с этим. Поэтому у меня, у меня отец воспитывал очень строго, поэтому у меня быстро все доходило до меня. Я не буду рассказывать, как это все происходило, но я четко понимал. В бою никогда не отступал, никогда. То есть, опять же, не знаю, все зависит от воспитания, наверное, прежде всего. И человек сам потом формирует себе стержень. Если я процитирую одного хорошего, нехорошего, легенду смешанной хинорости Игоря Вовчанчина. Вот мне нравится его фраза. Он говорит, да, если у тебя нет сил от духа, то тебе там нечего делать. Но бывают люди, и его приобретают в процессе тренировки. Поэтому только пахать, только работать, только развиваться, совершенствоваться. Это, прежде всего, подрастающему поколению. Не останавливаться, тренировки не пропускать. То есть, не давать себе слабину, не давать себе ни малейшего повода соскочить с тренировки. И все, здесь вся вот эта работа, она будет вам приносить успех. Прежде всего, победи себя, да, потом победи соперника. Победи себя. Поэтому себя нужно преодолевать. С каждым днем, с каждым моментом. Спасибо.